19 января Казанский федеральный принял в своих стенах руководитель аппарата президента республики Татарстан Асгата Сафарова и главного федерального инспектора по республике Рената Тимирзянова. Цель визита гостей стала встреча с полуфиналистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Началась встреча с весьма приятной нотой, а именно с теплых слов, адресованных участникам. Столько молодых, талантливых людей попали, прошли через этот конкурс и вышли полуфинал. И мне остается только сказать, что вы молодцы, что мы, как мы каждый раз возьмем на завет. Приятно отметить, что во время встречи представительницу Казанского федерального университета официально включили в число полноправных финалистов Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Нам удалось встретиться со Светланой Котенковой и узнать, как она добилась столь блестящего результата. К конкурсу не то, что не готовилась, даже не было мысли такой готовиться, потому что увидели с семьей буквально секунд, наверное, 30, то, что есть такой конкурс, возникла идея, это про меня, надо идти вперед и, соответственно, вот так степ-бай-степ, по мере того, как проходила все этапы, желание разгоралось все больше и больше. Готовиться не хотелось, почему? Потому что основной, наверное, целью было узнать, кто я сейчас, что я могу, чего не могу, и поэтому желание готовиться здесь в данном случае не возникало, оно и не могло возникнуть, потому что все было быстро, стремительно и параллельно своей профессиональной деятельности. Приятно отметить, что Светлана в дальнейшем видит себя в сфере образования и не собирается покидать Казанский университет. Мой альма-матор, это мое все. У нас более того семья, где и муж, и жена из университета, мы его не просто любим, мы его обожаем. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что университет дает возможности реализовать себя в таком обширном спектре, что сомнения не вызывает, что есть над чем подумать и чем заняться в ближайшем будущем.